Пришел очень интересный вопрос и к месту, и очень-очень полезный. Первое, что отвечаю на вопрос Сережи, которому 42 года, у меня есть своя почта электронная, я ее вам дал. Пишите мне напрямую, чтобы мне кто-то не передавал. Итак, мне 42 года, по конституции ветер, высокий и худой. Регулярно смотрю ваши видеоролики на ютубе. Хорошо, что есть возможность задать лично автору интересующие меня вопросы. Вы в своих книгах неоднократно упоминаете о процедуре умасливания тела, особенно для тех, у кого имеется перевозбужденный принцип ветра. В связи с этим хочу спросить у вас следующее. Сейчас на рынке продается много различных видов масла. Какие из них рафинированное, нерафинированное, дезодорированное, холодного отжима и так далее, лучше всего подходит для этих целей. В какое время суток нужно заниматься умасливанием тела, сколько раз в день и как правильно выполнять саму процедуру. Какое масло лучше применять, оливка или кунжутная? Я знаю, что в этом деле имеются свои нюансы, выполнение которых обязательно приведет к хорошему самочувствию. Буду ждать вашего ответа в одном из ближайших видеороликов. Когда время подошло, перевозбужденный жизненный принцип ветра, это вот я перед вами сижу, во мне есть объем, вы видите меня внешне, это мой объем. В этом объеме идут процессы подогрева организма и процессы движения. Так вот, когда процессы движения, там крови, перистальтики мыслей, быстрота реакции, выходят за пределы положенной природы, возникает перевозбуждение ветра, то есть в организме появляется сухость и холод. Есть от природы люди, у которых вот эта вот пропорция сухости и холода больше, чем у других. Как раз они имеют конституцию индивидуальную ветра. Так вот, для того, чтобы эту конституцию, будем говорить, особенно в зиму, когда внешний холод и сухость воздействуют и внутренний еще больше возбуждается, у человека начинают трещать суставы, он плохо спит, болит с поясницы, сохнет стул, возникают запоры, ломаются ногти, волосы, кожа шелушится, идет перевозбуждение, такой человек хаотически мыслит, появляются беспочвенные страхи и так далее и тому подобное. Вот это как раз и есть перевозбуждение жизненного принципа ветра. Расположен этот жизненный принцип, как бы сказать, он концентрируется в районе поясницы, в районе в основном прямой кишка, поясницы. Так вот, у мужчин, если у них как раз вот это все преобладает, да и у женщин, естественно, начинает побаливаться поясница, начинается обострение по части проктологии, по части сексологии, у женщин нарушается менструальный цикл. Вот к чему приводит превозбуждение жизненного принципа ветра. Значит, теперь приступаем непосредственно. А как же его уравновесить? Значит, его уравновесить, оказывается, можно масло. Наш организм высыхает, да? Высыхает и охлаждается. Так вот, если мы масло будем применять, можно применять воду, но вода быстрее испаряется, чем масло. А вот масло гораздо дольше. Поэтому, если мы начнем тело умасливать, то тем самым мы вытесним из организма сухость. Сухость, это как раз предрасположение и крайней старости, и некрасивости. Некрасивая кожа и некрасивый весь внешний вид становится. То есть, мы за счет масла вытесняем сухость. Но если это еще масло будет вдобавок теплое, то тогда мы убиваем сразу двух зайцев. В результате, когда человек, вот обычный человек, у которого появились вот сейчас проблемы во время зимы. И как раз время подошло 42 года, это уже начинается. А туда дальше они еще хуже будут. Вот, начнет использовать масло, втирая его во все тело. Тем самым он, будем говорить, уравновесит себя и будет намного лучше себя чувствовать. Вот эти все, что я там перечислил, просто-напросто исчезнет. Теперь, дальше перейдем непосредственно к вопросам. Сейчас на рынке продается много различных масел. Какие из них? Рафинированное, нерафинированное, дезоревированное, холодного отжима. Значит, здесь лучше всего подойдет, чтобы кожа у нас была чистая, подойдет рафинированное масло. Хотя, можно использовать любое другое, там даже с отдушками и так далее, и тому подобное. Ну, вот если взять рафинированное, оно как раз будет хорошо втираться в кожу и не липнуть. Да? Ответили. В какое время суток нужно умасливать тело? Значит, умасливать тело лучше всего это делать, знаете, я лично делал это вечером, часика за, два-три перед сном, чтобы масло успело всосаться. Чтобы, знаете, я вот смазал, походил, если организм сухой, она очень быстро впитывается. Можно даже вот еще разок смазать. Вот. А остатки просто-напросто пойти в душ и смыть. Смыть там, потом вытереть. И у вас получится, что организм взял это масло, да, а кожа чистая, чтобы не было того, что вы потом одежду там замажете. И как раз она за ночь успевает еще всосаться, распределиться по организму и начать работать. Далее. В зависимости от того, насколько вы сухи, одно дело, допустим, человеку 40 лет, другое дело, 80 лет, разная сухость организма, втираете в кожу, ну, сами начинаете с рук, с ног пошли в тело и смотрите, она всосалась. Значит, можно утром делать, можно вечером делать. Как правило, он набирается через какое-то время организм этого масла, да, и чувствуете, не надо, оно плохо впитывается. Это говорит о том, что не надо. Значит, вы его там делаете там через день, там через два дня. Ну, это все опытным путем у каждого человека определяется по мере того, как она всасывается, да, это все ясно и понятно. Как правильно выполнять свою процедуру? Значит, все тело смазывайте, но особенно смазывайте поясницу. Это та область, в которой концентрируется вот этот жизненный принцип ветра и которая чаще всего пересыхает. И из-за пересыхания идет сдавливание вот этих вот всех наших мышц, сухожилий, стягивания. Спина садится, начинает болеть, ну, и прочее, прочее, прочее. Поэтому особое внимание уделяйте на поясницу. Поясница, а потом идут, значит, руки, ноги, ну, все тело. Я не знаю, можно даже втирать и в кожу головы. Так, теперь смотрите, какое масло лучше применять, оливковое или кунжутное? Вот смотри, оливковая по составу жирных кислот, она подходит для нашего тела. Его очень хорошо используют. Древние греки использовали. И, кстати, они защищались от палящих лучей солнца, чтобы не высыхали. Кожа не высыхала, организм не высыхал. Видите, как делали правильно? То есть, это можно использовать и летом. У вас и будет и цвет кожи лучше, и загар будет лучше, и так далее. По всем характеристикам лучше. А вот кунжутное, окажется, оливковое масло, оно, ну, будем говорить, такое, по теплоте, будем говорить, но оно не особо теплое, так сказать, нормально выраженное там, все эти тепловые качества у нее. А вот кунжутное, оно горячее по своей природе. И вот если вы будете использовать вот это вот масло кунжутное, для того, чтобы вытеснять сухость и холод, естественно, оно будет действовать лучше. Кунжутное вы можете не найти. Вы можете вообще-то любое рафинированное масло использовать. Если вы туда добавите немножечко молотой гвоздики, она у вас приобретет горячие свойства. И начинайте с уставчики, где у вас там особенно это побаливает, холод внедряется, в кожу рук, ну, опять-таки, поясницу и так далее. То есть вы можете масло самостоятельно сделать, добавив туда жвучих специй. Ну, допустим, на пол-литровую баночку масла, оливкового, растительного, подсолнечного, рафинированного. Добавляйте, допустим, чайную ложечку, можете добавить перца молотого, красного или черного. Можете добавить гвоздики молотой, можете добавить имбиря, чтобы пахло. Можете добавить лука, чеснока даже можете добавить. То есть, те стучкового перца, если горошки, душистый перец, вот стучковый, интересно будет действовать. Добавить жвучее средство, и оно привлечет у вас теплое свойство. Что бы я еще посоветовал? Так как у нас проблемы, особенно у пожилых людей с прямой кишкой, потому что там появляется сухой, вернее, кал сохнет, стул становится сухой, он может там при выходе ранить, появляются трещины, арусов. Вы на ночь выструиваете вот такую вот свечечку из сливочного масла, обыкновенное сливочное масло, кладете в холодильник, она у вас там замерзает, и потом просто-напросто в ванну вставляете, прямую кишку. Также на ночь, значит, в течение ночи оно там быстренько расплавляется, все это здесь у вас умягчается, и вы сразу почувствуете совсем иное, совсем иное. Кстати, вот эти всемасленные процедуры, они сохраняют нам молодость и продляют нашу жизнь. Запомните. Вот, я знаю, что в этом деле имеются свои нюансы, выполнение которых обязательно придет к хорошему самочувствию. Очень хорошо после ванны или после душа еще делать. Раз сделали, значит, после душа, а потом, или походили, потом еще разок приняли. То есть, когда поры открылись, я видел, по моему совету, один как раз мужчина, вот такой уже, старше, гораздо старше ему, как мне, наверное, ну, он чуть помладше, может быть, лет сейчас 55, вот так вот это. И он после бани, когда открыты поры тела, он как раз стирает масло, она распитала. Потом вы можете походить, остатки, грубо говоря, там, смыть под душем, и пошли. То есть, очень хорошая вещь после, допустим, парной. Парная процедура действует так. Открываются поры кожи, и только раз, пошел пот, пошел, 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 пошел пот. А через какое-то время обратно. И вот надо вот это вот время поймать, это, ну, как под отделение закончилось, и только раз, 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 себя намазывали, и она только раз всесала то, что надо. Пошли под душ, помылись, все, вы готовы. Либо, значит, вот под душ разогрелись, помылись, нанесли вот это масло, особенно на поясницу, особенно на суставы больные, особенно там, где у вас сохнет. Вот. Подождали какое-то время, оно всосалось. Излишки просто-напросто. Без мыла смывайте. Без мыла. Все. Ждите моего ответа в одном из ближайших роликов. То есть, сегодня. Кстати, я в тех роликах про женщин, в двух, я центральную камеру не навел точно на фокус, потому что я уже стал слепенький. И вот сейчас я хочу посмотреть, как я попал в фокус. То есть, я применил тут одну штучку, просто-напросто приблизил в два раза изображение, и уже по нему настроил фокус. Ну, посмотрим, что у нас получилось.